Брутальная военная техника подвластна не только мужским рукам. Марии Орловой в её 14 лет коллеги по военно-техническому обществу доверили быть командиром боевой разведывательной дозорной машины. Мария помогает водителю в качестве штурмана и следит за техническим состоянием машины. Признаётся, для неё участие в бронепробеге очень почётно. Это, конечно, самое малое, что мы можем сделать, но очень интересно узнать историю. Это же настоящая машина, просто отреставрирована. Мне, конечно, очень интересно участвовать в этом изнутри. То есть в детстве, когда я просто видела это по телевизору, я сейчас понимаю, как это вообще происходит. Любовь к технике девушке привел её отец. Алексей Орлов занимается реконструкцией военных машин уже несколько лет. На восстановление этого отслужившего своё броневика ушло два года. Всё это делается ради поддержания памяти о подвиге наших дедов, чтобы дети знали историю, видели, посещали места боёв, чтобы это не забывалось. Главная особенность БРДМ-2 – высокая проходимость. Может преодолевать окопы и овраги благодаря полному приводу и регулируемым давлению в шинах. А ещё эта машина умеет плавать. Через неделю ей под руководством Владимира Попова уже в третий раз предстоит форсировать Керченский пролив. В память о знаменитой десантной операции 43-го года. Если машина спускается в воду, то волны заплёскивают лобовые стёкла, ничего не видно. Поэтому перед заходом в воду вот эта вот, значит, волна-отводник поднимается и защищает передок машины от волн. А если идём в холодное время в воду, чтобы лёд не побил лобовые стёкла. В этом году к участникам впервые присоединились войска Национальной гвардии. В их колонне три современных бронированных автомобиля – «Тигр», «Урал-ВВ» и «Патруль». 24 июня именно эти машины участвовали в военном параде на Красной площади. Зрители не скрывали заинтересованности. Гордость и как бы воочию посмотреть вот это вот сооружение такие, ну не знаю, как бы аж мурашки по коже. Это уже четвёртый бронепробег. Впервые «Дорога мужества» стартовала в июне 2017 года. В 2018-м в Книге рекордов России зафиксировали самый длительный марш-бросок на бронетехнике. Тогда колонна дошла до Бреста. В этом году организаторы посвящают пробег к годовщине Курской битвы и Прохоровского сражения. Технику создают для чего? Для защиты рубежей нашей Родины. Она раньше находилась на службе, а сейчас она на информационной службе. То есть она привлекает к себе, показывает, что она вот такая мощная, сильная. А проехать на такой технике от Москвы до Белгорода, вы знаете, это в принципе тяжело довольно-таки, потому что температура в машине поднимается порой до 60 градусов. Пробег стартовал в Москве 8 июля. В течение недели участники проехали полторы тысячи километров. Тула, Орел, Курск и Белгород. Конечной точкой маршрута стала Прохоровка, где колонна приняла участие в торжественном параде. Ирина Подзолкова, Алексей Зимин. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.